Особое мнение, сегодня особое мнение Дмитрия Губина, журналисты. Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Я сразу напомню, средства связи, плюс 79219702240, вы можете присылать вопросы, сообщения, комментарии. Я же начну с новости, которая в Петербурге вот только что, да, стала известна. Главой из Горизбиркома стал Виктор Панкевич. Отвечать за проведение выборов в Петербурге будет... Панкевич, Панкевич, Панкевич. Человек Матвиенко? Человек Матвиенко, да, руководил аппаратом прежнего губернатора, то есть Валентина Матвиенко. Благодаря которому Валентина Ивановна блестяще выиграла выборы в муниципальное образование на Красненькой речке, о которых никто не знал, кроме ее. Ну, чуть-чуть утрирую, но, насколько я понимаю, Валентине Ивановне так не удалось доказать, что где-либо в средствах массовой информации, в соответствии с законом, эти выборы были объявлены. В связи с чем легитимность Валентины Ивановны Матвиенко как руководителя главного законодательного органа страны представляется сомнительной. И я думаю, что наступит время, когда все решения, принятые Госдумой, которые требовали утверждения в Верхней Палате, будут признаны незаконными. Вообще, все законы, принятые в последнее время после избрания Туда Матвиенко, будут на этом основании признаны незаконными, потому что она с нарушением была выбрана в муниципальное образование. Затем была переведена, так сказать, в порядке китайской зонопомощи Верхнюю Палату Парламента, затем стала спикером Верхней Палаты Парламента. Все это незаконно, начиная с этих выборов на красненькой речечке, потому что речечка черными слезами умытая. Повторяю, мне не удалось найти следов того, что эти выборы были анонсированы, как того требует законодательство. А въезде для Валентины Ивановны телефон нашего эфира, может быть, она предъявит нам такие доказательства, с удовольствием поговорить с этой выдающейся женщиной? Я назвала номер СМС, поэтому Валентина Ивановна или кто-то из ее окружения может отправить СМС-ку. Все-таки господин Панкевич, ну, может быть, он-то в этом не виноват. Между прочим, 12 членов Горизбиркомы приняли участие в процедуре голосования, двое высказались против, остальные поддержали кандидатуру Панкевича, правда, альтернативы не было. Ну, нормально. Ну, что вы, когда Каллигула-лошадь водил в Сенат, там тоже, насколько я знаю, никто особенно не протестовал. У Родзинского отличная пьеса, перечитайте, театр времен Нейрона и Сенки. Вот, кстати, там себя ведут как раз сенаторы, там главные герои, это как он себя ведет, ну, просто один к одному приглашенный в эфир нынешний сенатор. То есть, связь времен, живая связь времен, я бы сказал. Живая связь, она никогда не прерывается у нас. Нет, почему во многих странах она прервалась, и только мы хранители традиций, видите ли, Великой Римской империи, в этом смысле. То есть, вы говорите плохо о других странах, точнее, о нашей стране, о других странах. Нет, плохо тому, кто подумает, что я плохо говорю о других странах. Я прекрасно говорю, что мы хранители традиций Римской империи. В эпоху, конечно, демократия из нее ушла, и началась прямая директория. Давайте разберемся, что хранят или не хранят, есть ли у них история вообще у американцев. Я хочу обратить внимание на председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который накануне на юридическом форуме делал доклад и заявил, что США обходит международные нормы, как гитлеровская Германия, а президент США Барак Обама в своих высказываниях об американской исключительности, я цитирую почти дословно, цитирует Адольфа Гитлера. То же самое, что ранее говорил об исключительности немцев и Германии, развязывая мировую войну, так считает Валерий Зорькин. И, естественно, появились сразу комментарии... Никакой светильник разума, однако. Да, и появились сразу комментарии, а имеет ли право Валерий Зорькин, будучи председателем Конституционного суда, своё личное мнение заявлять на юридическом форуме? Здесь несколько тем в одной. Давайте эту полифонию разберём по основным мелодиям. Первое, имеет ли право глава Конституционного суда сказать то, что он сказал? Каждый человек имеет право сказать то, что он сказал. В том числе он имеет право сказать, что он обожает Гитлера или ненавидит. Я сошлюсь в качестве доказательства на обладание таким правом на выдающегося американского астрофизика, к сожалению, покойного, Карла Сагана. У Карла Сагана есть книжка, которую нужно прочитать каждому русскому. Просто эта книжка для нас. Она называется «Мир полный демонов. Наука как свеча во тьме». И он разбирает, что такое поправки к американской Конституции. И он говорит, что он считает крайне неверным, когда человек из-за публичного восхваления Гитлера или Муссолини или какой-нибудь ещё тирана привлекает к ответственности. Каждый имеет право сказать то, что он думает. И наказывать в уголовном порядке за это нельзя. Следовательно, если Зорькин что-то сказал, я крайний противник наказания, изгнания и так далее. Другое дело, что он имеет право так сказать, а другие люди имеют право подумать о Зорькине то, что они подумали. Я вот почитаю по этой причине господина Зорькина светильником разума. Ещё раз, светильник разума господин Зорькин. А уж если продолжение у этой темы в соответствии с законами и нормами русского стихосложения, пусть продолжает каждый самостоятельный. Это раз. Два. Вторая тема. По поводу исключительности американцев. Исключительность не есть нацизм. Германия была нацистской. Что Барака Обама расист? Я что-то такого в его высказываниях не нашёл. Если Зорькин нашёл, цитату, плиз. Три. По поводу... Да, два продолжим. О том, что американцы во внешней политике действительно представляются как исключительной страной, не считающейся с мнениями других. Это очень многие проамериканские футуристы, социологи, политологи и публицисты. Ну, например, если возьмём Фарид Закарио, который очень долго работал, я боюсь сейчас соврать, главным редактором, или он был ведущим колумнистом Нью-Йорк Таймс. Вот Фарид Закарио, который написал очень важную книжку «Постамериканский мир будущего», он прямо это ставит в претензии своей собственной стороне. Он говорит, что Америка создала фантастический внутренний конкурентный рынок благодаря вот этой внутренней конкуренции. Поэтому продукция Америки так конкурентна. А вот на внешнем рынке у Америки конкурентов нет, на внешнем политическом, конечно, рынке. И поэтому Америка позволяет себе то, что позволять не должна, и он достаточно жёстко критикует. Тут вот видите, американские мыслители светащего разума и отечественные светащего разума, они пересекаются. Третья тема. У господина Зорькина, судя по всему, никто не преподавал логику. Вот на журфаке, где я учился, логику преподавали. Это был очень важный курс. Я имею в виду формальную логику Аристотелю. Поэтому с логикой у него не в порядке. Поэтому приводить доказательство, что Обама говорит то, что Гитлер, это неверная логика мышления. Если Гитлер чистил зубы, а Зорькин тоже чистит зубы по утрам, это не значит, что Зорькин является последователем Гитлера. Кроме того, Гитлер делал массу фантастических, важных и нужных вещей. Он поднял экономику из руин, вообще-то. Он поднял страну с колен. Он создал такую организацию, как Сила через радость, которая была полной заменой разоганным и уничтоженным ими профсоюзам, которая делала по минимальной цене круизные путевки на 26 своих лайнерах. Прочитайте траекторию Краба у Гюнтера Грасса. Это подробно совершенно описано. И если бы Гитлер помер от скоротечного легочного рака на 1938 году, еще лучше 1937, он вошел бы в историю Германии как великий канцлер. Вот нет сомнений. Поэтому, у нас же говорят, нельзя же все только черным цветом мазать. Да, да, да. Вот Гитлер с областью лучших экономистов. Слушайте, Гитлер ввел материнский капитал, семейный капитал. Гитлер организовал молодежную лимпотеку. Но Зорькин здесь обратил внимание на худшие страницы. На что? Значит, тогда, товарищ Зорькин, извольте, пожалуйста, цитату с указанием источника. Я считаю, что не грех сослаться на «Майн кампф». Это книжка, которую никто никогда не прочтет, потому что она заунывно и глупа до предела. И она запрещена же у нас. Она не запрещена, запрещено ее распространение. Сама книжка, книжки невозможно запрещать. Я считаю, что распространение «Майн кампф» запрет. Это идиотизм полный. Вот я какого-нибудь там этого самого, как он там, Данцик, Дацик, вот всех вот неофашистов заставил бы вслух с выражением, приговорил бы к чтению «Майн кампф». Потому что это мучение. Читать это невозможно. Это только люди, которым очень важно понять, что такое нацизм. Кто такой был Гитлер. Самое интересное, как партию из четырех пенсионеров удалось превратить в национал-социалистическую партию Германии. Вот это самое интересное Гитлер не может объяснить. Хотя он подробно объясняет, например, теорию брендинга. Там есть маркетологам, чему у него поучиться. Вообще на исторических примерах следует учиться, какого брода они не были. Поэтому извольте доказательства на стол. Что-то такое параллельного. У Гитлера в «Майн кампф», насколько я помню, основной базисный пункт – это «Либерсраум», жизненное пространство, жизненно необходимые земли на востоке. Он был глупый и необразованный человек. Я про Гитлера. С Жиркиным-то никакого, конечно, сравнения. И с Обамой тоже, кстати. И он доказывал, немцам не хватает своего пространства. Поэтому нужно идти на восток. Что такое интенсивное земледелие, например, интенсивная агрикультура, он понятия не имел никакого. Вот отсюда его идея, что Обама к этому же призывает, к походу на восток, Даранг на Хостен. Вот я этого не знаю у Барака Обама. Возможно, я что-то пропустил. Значит, если господин Зорькин слушает нас, был бы ужасно благодарен за цитаты. Я думаю, что когда он выступал, он не думал, что Дмитрий Губин его будет так активно разбирать в его рейтинге. Время нужно ставить точку. Когда он выступал, он не думал, точка. Ну, что поделаешь, глупость, сказал с каждым, бывает. Цитата из фильма «Небесный тихоход», если я не ошибаюсь. Дмитрий, тем не менее, скажите, пожалуйста, вот люди, которые это услышали, они могут воспринять, что это сказал не председатель конституционного суда? Это так же, как Владимир Путин. Если бы он выступил, мы бы не говорили же, что это Вова Путин, гражданин России, говорит. Мы бы воспринимали, что это говорит президент. Просто есть должности, которые неотделимы от личности. Ну да, тут я склонен с вами согласиться. Это достаточно очевидная вещь. Да, его воспринимают все-таки как государственного служащего категории А. И сказать, что это вот моя частная точка зрения, но высказывают тогда ее в частном кругу. Но, насколько я понимаю, там не было условия off-records, да, во время выступления, что нельзя записывать? Довольно часто, действительно, государственные служащие, в том числе и высшие, в том числе категории А, сталкиваются с противоречием. Им необходимо прояснить свою частную точку зрения, но она не получила одобрения царя. Она может вызвать... Она достаточно сложна или яркая, или парадоксальная, или что-то еще. Этим отличался Чубайс. Он по четвергам еще в РАО-ЕС, насколько я помню, собирал журналистов. То, что я там пару раз присутствовал. Где было в досталь минеральной воды и остро отточенных карандашей. Но жесточайшее условие было off-records. Ничего нельзя записывать. Нельзя на то, что сказал Чубайс ссылаться. Вот если Зорькин устроит такие же между собойчики и брейн-дрейн в своем узком кургу, и будет меня приглашать, я буду ему крайне благодарен. Там мы с ним поговорим о Гитлере, насколько он хорошо и полно его знает. Там поговорим об Араке Обаме, насколько он полно и хорошо знает. Там это будет интересно. Зачем говорить публично, я не знаю. Ну, наверное, он хотел быть услышанным. Давайте о Датсике поговорим, которого уже вспомнили. Лучше бы о Датсике, конечно. То бишь, Агданский прекрасный город. Нет, давайте все-таки о том прекрасном человеке, который... Но фигура-то у него не очень. Ну, и лицо тоже, на мой взгляд. Но это особое мнение исключительно. Свободу не пить. Впрочем, все в этом... Давайте про поступки. Не будем у лица Датсика. Он глупый человек. Он до сих пор считает, что половая жизнь имеет какое-то отношение к морали. Вот. И поэтому он борется с проститутками. Во-первых, я не понимаю, зачем нужно мешать женщинам немножко заработать. Мы живем в трудное и суровое время. И там импортозамещение вроде и в этой интимной аккуратной сфере нам... Но тут, по-моему, никогда не было обратной ситуации. Это почему? Украинский откуда в барзависть? Сетевой стрип-клуб. Это вообще российское ноу-хау. Даже на репербане, даже в районе красных фонарей Red Light District в Амстердаме, даже на соответствующей улице в Утрахте, я не видел сетевых заведения. Они все индивидуальны. Вот мне сказали, что как раз зависть, открытая на каждом углу, и вообще обилие сексуальных услуг в Петербурге, напечатанных там телефоны на асфальте, на столбах телефонах, оно, конечно, восхищает любого приезжего. Я горячо поддерживаю. Но мне сказали, что зависть открылась, потому что девушки с Украины приехали, а девушкам нужно было обеспечить занятость. А любая учительница пения из Днепропетровска считает, что эту услугу она в состоянии оказать. Я с ней, правда, не очень в этом согласен. Но дело в том, что сексуальная жизнь человека не имеет никакого отношения к морали. Она имела когда-то, когда последствия сексуальной жизни было одно, где-то рождение. А дети, которые выживают и сами входят в фертильный возраст, они были в дефиците. Вообще мораль это очень просто. Мораль это алгоритм дележа дефицитного ресурса. То есть должен быть дефицитный ресурс и должно быть больше одного человека, чтобы началось его деление. Если мы делим песок в пустыне, у нас нет вопросов морали. С песком можно делать всё, что угодно. Бросать через левое плечо и через правое. Но если у нас одно озеро с пресной водой в оазисе, а у нас много есть ещё лошади, дети, то начинается вопрос о морали. Кто в первую очередь и кому сколько. Вот где начинается мораль. Так вот, пока женщины фертильного возраста были в дефиците, потому что огромная детская смертность, огромная материнская смертность и так далее, и так далее, сочетались жёсткие нормы морали. Например, если старший брат умирал, младший должен был взять его жену себе в жёны. И, собственно, она, это иудейская мораль, которая была очень простая, плодитесь и размножайтесь. На целый год освобождался молодожён от работы в иудейском обществе, он обязан был забрюхотить жену. И это было высоко морально. А не иметь детей, это было аморально. Поэтому так стеснялись бесплодие, поэтому тогда 100 лет надеялось на появление детей Сара, ждала-ждала, наконец, как мы знаем, дождалась. Вот там была такая мораль. Сегодня производство детей и секс, это совершенно разные вещи. И мы не делим с обществом дефицитный ресурс. Сексуальная жизнь перестала быть дефицитом. Это раз. По крайней мере, гораздо меньше, чем раньше. И, насколько я знаю, в сексуальной жизни мы всё-таки с обществом не всегда делимся. Ну, некоторые любят погорячее, но это тоже не каждый день. Отчего же вы тогда выступаете? Вот я просто к вашему комментарию на Росбалтии о том, что легализацию проституции вы сравнили с такими... Я не буду называть эти два слова. Я сейчас спрашиваю, что может сравниться с Матильдой Майяевичей. Нет, не про Матильду вы говорили. Нет, Аланда не идёт у нас в эфире, да? Я сказал, когда спрашивают, нужно ли легализовать проституцию? Значит, скажите, пожалуйста, а позу женщины сверху нужно легализовать? Это глупый вопрос. Он неверно, некорректно заданный. Нужно ли легализовать различные формы сексуальных позиций и сексуальных игр? Нет, здесь всё-таки говорится речь об услуге, потому что, ну, вспоминаются же, да, публичные... Ну, скажи, сериминг не услуга, а мягкий фистинг, или наоборот, извините, я это перепутал. Это что, не услуга? Это услуга, которую мы друг другу оказываем. Но здесь идёт речь об оплате за эту услугу. То есть это бизнес некий. То же самое нужно легализовать массажистов. Чем отличается массажист или массажистка... То есть это должно быть законно априори, да? Слушайте, если сосед имея медицинское образование, ах, нет, к вам не может, вы девочка, но ко мне может прийти и сделать массаж простаты, это как? А я ему за это дам ведро яблок антоновских. Вспоминая юного врача Михаила Булгакова, правда. Там по другому поводу яблоки дарили, но неважно. И полотенце с рожницами и тухами. Антоновский у Бунина. Да, Антоновский, совершенно верно. У неё и тёмная аллея, там же и яблоки, видимо, росли. Понимаете, почему это нужно регулировать? Два человека организуют на какое-то время свою жизнь. А если это дом большой, где работает много девушек? Там платится аренда. Какие проблемы? А медицинское... Что медицинское? Для того, чтобы следить за здоровьем этих девушек. У нас сегодня в Новосибирске эпидемия ВИЧа. Речь идёт об эпидемии. С угрозой перейти в пандемию. Это реальная угроза, абсолютно. Вот там проблемы со здоровьем. Но когда мужчина заходит к соседке за луковицей, и обнаруживает нечто большее, чем луковица. Возможно, не обнаруживает соседки, а обнаруживает соседа. Не знаю, что он там обнаруживает. И после этого обнаруживается ВИЧ. Это здесь как регулируется? Медицинскими показаниями. Понимаете, это идея типа, вот нужно шаверму на улицах запретить, нужно всех торговцев пирожками на улицах запретить. Причём, потому что... Слово «фак» можно произносить, да, в эфире? «Фак ю». Потому что когда вы к тёще приезжаете на блины, вы что требуете от неё? Справку из санэпиднадзора, который осмотрел её кухню и дал ей разрешение печь блины. Когда мы к друзьям приезжаем на барбекю, мы что, требуем санитарные сертификаты? Нет, это как-то регулируется само собой. Так вот, и рынок сексуальных услуг, он регулируется сам собой. Более того... То есть не нужно просто вообще его трогать, как есть, так и есть? Ну, дайте договариваться. Во-первых, это всё перешло в интернет. Если вы выйдете на какой-нибудь сайт знакомств, ну, самую большую базу знакомств, там, по-моему, что-то наружу, а миллион в пятнадцать... Я боюсь, значит, давно не следил за этим. А рейды, которые периодически не только договариваются... Как говорить, в России институционная проституция разовая. Девочка приехала из провинции в Москву или в Питер, она работает в чёртовой улыбке Радуге или в пятёрочке за пятнадцать тысяч рублей, сбиваясь с ног, а ей не хватает денег оплатить даже комнату в коммуналке. И она выходит на Мамбру и вступает в переписку с каким-то мужчиной, который ещё предлагает ей деньги, а он и так ничего ей нравится. Вот и всё. Этот рынок не регулируется. Проституция сегодня перешла в интернет. То, что мы видим, там, какие-то объявления на домах, это капля в море. Основное. Сегодня люди сами напрямую договариваются о том, как им спать друг с другом, в какой позе, чем заниматься, чем заниматься напрямую, договариваться об интернет, и это урегулировать абсолютно невозможно. Закройте Мамбу, завтра появится Швамба. Не надо рекламировать и... Так и так все знают. Я, например... И так все знают. Чем плохо так? Чем секс плох? Объясните, почему вещь, которая доставляет столько удовольствия, криминализована? Почему вещь, которая поднимает настроение? Женщина, у которой не было секса, да и мужчину. Видно сразу. Худшая школьная училка, которая развелась, у которой бойфренда нет. И все сразу знают, что... Ну, просто вы говорите, как будто бы нет альтернатив. Почему гастрономия разрешена? Почему мы можем есть все, что угодно? Можем есть китайскую кухню, можем есть паэлью. Ну, потому что вы только что сказали об эпидемии ВИЧ. А это некоторым образом связано, согласитесь? Нет. Не связано никак, потому что сегодня ВИЧ им заражаются. Нет проституток. Не только. Потому что промискуитет свойственен человеку. Почитайте дивную совершенно книгу биолога-специалиста в репродуктивной биологии по фамилии Мартин. Она называется «Как мы делаем это». Только что вышла в издательстве «Альпина нонфикшн». Там подробней, что только у него может Джарда Даймонда прочитать книжку «Почему так нравится секс». Там описаны особенности биологические человека в осуществлении его репродуктивной функции, которая сейчас, правда, говорю, отделилась. Процесс отделился от результата очень сильно. Мы довольно сильно отличаемся от животных, в том числе и от высших приматов. Только 10% высших приматов имеют устойчивые семейные пары. И то устойчивость не означает полное отсутствие промискуитета. Вообще, насколько я знаю, среди млекопитающих абсолютную верность, вот никакие не над землей летели лебеди и так далее, только у серой прерийной полевки, начиная с первого койтуса, возникает устойчивый союз. Она не ищет потеряв своего сексуального партнера, она не ищет другого. Поэтому выражение «мы до, 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 долюбимся до мышей» в этом смысле приобретает другое значение. Да, человеку свойственен промискуитет. Да, человек серийно моногамен. Мы образуем по преимуществу моногамные пары, но мы их образуем несколько раз в течение жизни. Вот такая штука. Мы так устроены, так природа захотела. Почему не наше дело? Почему не нам судить? То есть судить мы можем. Всё для выживания. Вот так вот это у нас создано. Ну, дайте нам самим разобраться с этим. Сегодня заражаются ВИЧом, потому что считают, что с проституткой можно заразиться. И надевают презерватив. А с соседкой не можем заразиться. Ну как же? У неё муж и двое детей. Только двое детей не знают, что они... Ну, дети-то ладно, их там проверяют. Муж не знает, что он ВИЧ-инфицирован. Жена не знает, что ВИЧ-инфицирован. Понимаете? 40 тысяч в Новосибирске. Или там 47 уже тысяч. У нас гигантский процент ВИЧ-инфицированных. Сегодня бессмысленно спрашивать, а какая группа является группой риска? Мы все сегодня группой риска. Потому что покажите мне человека, у которого за всю жизнь был один половой партнёр. Да, возможно, такие люди есть. И слава тебе Господи, что они тоже есть. Но у большинства людей было несколько половых партнёров. И любой сегодня половой контакт является, по определению, опасным с точки зрения не только передачи и заражения ВИЧ-инфицированных, но и того, что называется ЗПП, заболевание, передающееся половым путём. Особое мнение Дмитрия Купина. Мы продолжим об интернете. В интернете выложили базу номеров автомобилей с данными владельцев. Ну, хорошо. Появился ресурс autonome.info, который предлагает по номеру автомобиля определить его марку, а также имя владельца, телефон. И вот, на ваш взгляд, это нормальная история. Правда, честно говоря, я пыталась себя проверить. Уже рухнул сайт. Рухнул? Да. Я не знаю, как к этому относиться. Когда-то все очень страшились давать свои телефоны. И когда давал мобильные телефоны, была какая-то высокая степень доверия. Практически как секс без презерватива был. Да, и не печатали её на визитных карточках. В карточках, да, да, да. Сейчас любой человек, который занимается бизнесом в широкой смысле, то есть он занимается работой, хочет, чтобы о нём узнали, и который, конечно, чем больше о нём знают, тем больше шансов на его продвижение по социальной лестнице, на успех, он отсюда указывает свои координаты. Телефоны, пожалуйста, вайберы, всё, что только ватсапы. Только свяжитесь со мной. Я должен быть доступен для информации. Поэтому, с моей точки зрения, я повторяю, я не знаю, как. У меня есть некие сомнения, там, преддомашний адрес. Найдётся какой-нибудь дацик, значит, вы всё ещё... А пранкеры? Мы к вам уже выезжаем. Ну что пранкеры? Пранкеры – часть жизни. Понимаете, у меня один раз был звонок, мне позвонили, «Здравствуйте, вас беспокоят из ФСБ». Вот, ну что делать нужно в таких ситуациях? Я сказал, «Здравствуйте, очень приятно, будьте добры, представьтесь, пожалуйста, ещё раз». Человек назвался, «Оставьте, пожалуйста, ваш телефон, телефон, фамилию, имя, отчество вашего непосредственного начальника. Оставьте, пожалуйста, мне его служебный телефон». Потому что, естественно, можно мгновенно проверить, откуда это звание. Мне сказали, «Вы странно относитесь к этому звонку». Я говорю, «Вы очень странно реагируете на мою просьбу». Человек больше не перезванивал. То есть, это было нефть? Я не знаю, думаю, что очень много идиотов в стране, где главным ресурсом является не нефть, не газ, главным источником богатства, успеха является власть. Очень много людей пытаются подмазаться к власти. Дмитрий Губин мы продолжим после московских новостей. Особое мнение. Мы продолжаем особое мнение Дмитрия Губина. И я сейчас хочу немножко вернуться к юридическому форуму, но уже о такой забавной поговорить истории. Вчера улица Рубинштейна превратилась в пешеходную улицу. Все кафе работали специально для юристов и гостей этого форума. В Рубинштейне играла Ума Турман, группа Серебро, там 48 стульев. И самая главная, конечно, площадка была в Сайгоне. Около Сайгона была сцена, и там пел Шнуров. Но было очень смешно, что не пускали народ. Как это было у Ильфа Петрова? Богато жил партизан-железняк? Широко жил партизан-железняк? Да, да, да. Примерно так. Но, вы знаете, было очень смешно, что не всю публику пускали туда. И люди, которые живут на улице Рубинштейна... Особенно в съемном жилье. Да, в съемном жилье. И их попросили доказать, что вы живете в съемном жилье. Как это сделать, честно говоря, никто не указывал. Но, тем не менее, знаете, что отрадно было? Что возле Шнурова танцевали и жены Бастрыкина и Копычева. Она пела, я день рождения не буду справлять. А весь этот койтус нафиг вагину под шею женщину. Я перевожу, да? Да, да, да. Ну, а же мой, что может быть, это красный? И при этом рядом стояли гастарбайтеры, которые как-то проникли тоже на улицу Рубинштейна, потому что переулки не закрыли, забыли. Ну, видите, у нас гомогенно-классовое общество. И получается, что на самом деле Сергей Шнуров это единственный человек в нашей стране, который может объединить народ. И ВИПы, как это принято, да? Ну, так карнавал, потому что он на минуту снимает запреты. Потому что, когда девочки с филологическим образованием, там, обнявшись в экстазе, произносят слова из абсценной лексики, то они делают, вот сейчас можно то, что в другое время нельзя. Шнуров выполняет роль средневекового карнавала, он выполняет роль деревенского русского классического дня Ивана Купалы, «Мид самодей». Когда то, что нельзя, можно раздеваться до гола и прыгать через костер, а потом волочь соседку по офису в сток. Вот, грубо говоря, на символическом уровне... То есть такое позволение, такое... Да, да, я бы, конечно, лучше на Бастрыкина посмотрел, как он... Мне просто интересно, когда... Потому что мат, ну, то есть звучал... Все песни звучали так, как они написаны. Ну, очень хорошо. И мне просто интересно, люди, которые потом запрещают, они тоже так же веселились. Так что это за... Это, опять же, церковные стандарты. Знаете ведь какая штука? Почему в русском языке есть мат, а в других языках нет? Потому что в России, а не в других странах, существовала в таком варианте цензура. И запрещались письменные слова. Мат, конечно, было невозможно запретить. И люди, у которых сейчас идет бабушка, и говорят, ну, короче, да, ну, вообще... То есть идут две девочки, разговаривают прямо так же, как Павел Павлович Бородин разговаривает. Потому что Павел Павлович Бородин... Вот он примерно вот так вот разговаривает. А бабушки в шоке. Почему? Потому что бабушки родились на книжной культуре, где этих слов не было. И когда они самостоятельно в полном собрании сочинения Пушкина, наконец-то, доходили, да, царь Никита жил когда-то, или они у Лермонта открывали расписку против Штагусара. Значит, твоя пленительная картина, они дерзко списаны рукой, в твоих стихах есть запах винный, а рифмы льются. Значит, они были в шоке. А эти девочки, которые сегодня разговаривают на улице матом, они родились на другой книжной культуре. Когда всего лишь навсего три слова... Вообще русский мат это балалайка, там, три струны. На этих трех струнах можно как телем-квартет или магригал-ансамбль сыграть все, что хочешь. Можешь не только пятую Бетховена, но и третью сыграть. Можешь планы Сагинского. Вот эти три матерных слова производят гигантское количество смыслов, производных и так далее, и так далее. Так вот, эти девочки выросли на культуре, когда и в газете «Современник», и во всех, безусловно, крутых элитных журналах, там, в колонке главного редактора, в журнале «Эсквайр», конечно, Филипп Бахтин мог себе позволить обценное слово вовсе не запикивая. Это был высший полет. У них другое отношение. У них вот это слово, как факт, который я произносил. В эфире BBC слово «факт» после девяти вечера можно произносить. В девять вечера наступает «вот и шед», «вот и раздел», «детское время заканчивается». Можно и до этого произносить, но должны быть особые основания. И оно воспринимается вот так же, как факт. Да, это грубое слово, оно очень экспрессивное. Но с матом происходит вот этот процесс постепенной декриминализации. Спала цензура, и некому держать эти слова в тюрьме, которые три слова уголовника выбираются на свободу. А на шнуре кричат, это, знаете, как в казусе Кукотского. Помните, там главная героиня, она отдаётся там парню из двора, у которого тоже ягодичная складка совпадает с единственной мозговой извилиной, счастлива. Почему? Потому что нет такой девочки из хорошей профессорской семьи, которая не потеряла бы невинность с блатным пацанчиком, который курит беломор. Это вечная совершенно история, Улицкая её точно подхватила. И вот для них эти обценные слова, они выполняют роль уголовников. А сейчас, слава богу, тюрьма преобразована в воспитательный дом, в такую, в ночлежку, в дом презрения. Мы немножко шарахаемся от бомжей, но мы понимаем, что, в общем, это безобидные такие существа. Вот то же самое и с матом. Ну, очень здорово, что это произошло. То, что не пускают на улицу Рубинштейна, ну, что поделаешь, в автократиях всегда подчинённые будут копировать, всё стадо будет копировать поведение первого верблюда. Если, когда везут первого верблюда по Москве, ради этого перекрывают всю Москву, и стоит скорая, помощь пожарная, стоит милиция, которая там на сигнал об убийстве едет, то почему бы им не перекрыть какую-то улицу Рубинштейна? Царю можно, а им нельзя? Ну, вы знаете, мы сегодня делали телефонный опрос, и большинство наших слушателей за вообще форумы, и они готовы потерпеть. Конечно, 82, пусть терпят. А вы терпела, терпите, блин. Давайте всё-таки про Шнурова. Тут власть строя стоит народа. Как вам предложение отправить Шнурова на Евровидение? А, понимаете, Шнуров не пройдёт на Евровидение по одной простой причине. Евровидение – это вот как евроремонт. Оно должно быть всем понятно. Там, во-первых, нужно петь по-английски. Во-вторых, это должно быть очевидно и понятно. Да, там вот «Love, love me do», «Let me whisper on your ear» Ну, у Джамана была посложнее песня. Возможно, возможно, но она должна быть easily understanding. Шнуров вне России невозможен. Это наш карнавал. Потому что он невозможен там, где нет обсценной... То есть есть экспрессивная лексика, есть грубая, есть сниженная, но нет мата как такового понятия. Что он там будет петь, кому он будет понятен. Это всё равно, что Земфиру послать Алиалу Пугачёву. Это очень национальное явление. Они звучат здесь. И Земфира даже не звучит. Ну, а как? Как вообще понять? Залистанный Дадыр... А-а-а-а, журнал. Ну, а девушка созрела. Это настолько вот этот залистанный Дадыр, это настолько девяностые. Земфира — это вообще такая Россия. Это такой прерванный полёт девяностых. Земфира — это чайка, которая с размаху разударилась из стекла путинского времени. Вот что такое Земфира. Пронзительная чайка — это чеховская чайка, убитая в лёд. Вот поэтому от её первых песен, когда их не хватало слов, «Смелее ромашки платите в кассы», «А я девочка с веером», девочка, которая скачет румба, галяком, босиком и галяком, вот это бесконечное счастье. Девяностых — лучшее время, которое пережили тем, кому сегодня за сорок. Им посчастливилось жить в девяностые годы. Самое крутое в мире было здесь, конкретно в Петербурге. И всё. А дальше глухое бронированное стекло членовоза, которое оно с размаху ударилось, приняв отражение облаков в небе, заподлинное небо и заподлинную свободу. Да, собственно, не было шансов не удариться. Понимаете, какая штука? И Шнуров оттуда же. А Шнуров — это вот щель, когда это бронированное стекло, на секундочку, приспускается, как трусы. Из великолепного прокаченного для своего возраста корпуса, как это, корпус по-русски сказать, тела. Но Шнуров точно не разбился об бронированную машину. На карнавале не разбираются. На карнавале начальник скачет козлом и не теряет потом своего авторитета. Он легализованной три минуты у ворованной свободы — вот что такое Шнуров. Это не история отчаяния. Это история о волке, который притворяется козлом. — Давайте о другом художнике, о Петре Павленском, который накануне был призван виновным по делу об акции с горячими покрышками. — То есть не амнистирован? — Освобожденно, да. — Из-за срока давности. — Да, да, да. Но, тем не менее, будут обжаловаться. — Хорошее решение. — И продолжается история же за дверь. — Да. — И будет все продолжаться. Так все-таки это не сказка тяжелая такая были с каким концом, на ваш взгляд, для Петра Павленского? Или они сами не знают, — С блестящим? Он вошел в мировую историю искусств? — Да, но я имею в виду Павленского как человека. Будет ли он счастлив? — А кого волнует Павленский как человек? Кого волнует Микеланджело как человек? То есть это волнует, но Микеланджело, который создал врата ада и падающих вот этих вот грешников, эти выдающиеся ворота на Баптистере, если мне память не изменяет, во Флоренции? Кого волнует личное, трагическое во многом, судьба Микеланджело? Кого волнуют личные переживания Петра Ильича Чайковского, если он написал 4-ю, 5-ю, 6-ю? — А Савченко думали как о человеке, когда говорили, когда это дело разбиралось. — Вы имеете дулетчицу? — Да-да-да, конечно. — Она не занимается искусством. Она не занимается искусством. Мы говорим о судьбе творца. Павленский сегодня это Ай Вей Вей русский. — Не многие считают его творцом. — Не многие считают его творцом. — Меня не волнует мнение людей, которые не окончили даже церковно-приходской школы в мировом университете. — Некоторые искусствоведы тоже не считают. — Меня не волнует мнение российских, а также советских искусствоведов, которые не окончили даже церковно-приходской школы подготовительной и приготовительной ступени в университете мирового искусства. Я этих искусствоедов вертел. И советских, и российских. Меня их мнение абсолютно не волнует. Меня волнует мнение Михаила Борисовича Петровского. Вот эта фигура. Мы как-то уже говорили, что у меня к нему есть основания не лично плохо относиться. Вот человек, который я бесконечно уважаю за его невероятную крутость. — Кажется, по поводу Павленского, он несколько раз отозвался положительно, но не сильно. У него такая позиция. Ему нужно будет какой-нибудь буржуа привозить или Чефмана. — Он, кстати, как Зорькин себе не позволяет. Точку зрения свою. — Он умён. Он крутой человек. Он реально крутой. Вот что он думает о Павленском, мне действительно интересно. Что думает Гусев уже, например, в меньшей степени. Но Павленский — это человек, который использовал как и Пусси Райт, который впервые использовал один из первых такие инструменты, как арест, как уголовное преследование, как заключение. Он использовал это как краски. Я читал его протоколы допроса. Вот он их использовал точно так же, как Микеланджело использовал зубило и молоток, и глыбу мрамора. Вот то же самое. Он изменил инструменты искусства мирового. Он выдающийся человек. — И теперь уже не важно, что с ним будет и как его. То есть он уже вошёл в историю искусства мировую или российскую статью? — Да. Он вписан во всю очередь в мировую, конечно. Редкий случай, когда российское искусство вписывается в мировой контекст. — Это было особое мнение журналиста Дмитрия Губина. Спасибо и удачи. — Спасибо. Особое мнение